Служение свидетельства 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 В почве. Сколько есть там видов почвы? Кто помнит? Давайте вспомним. Или лучше прочитаем. Давайте откроем. Евангелие Матфея, 13 глава. И мы будем читать. Главное, что это происходит. Интересно. Я никогда не видел, что глава начинается с того, что Иисус в тот же самый день сел и начал проповедовать и говорить вот эту. Почитайте 12 главу, в какой день это было. Я как будто бы никогда этого не замечал. Это просто было в субботу, и там много других вещей произошло. И когда он сел, 4 стих, нет, и поучал их много притчами, говоря. Это 3 стих. Вот вышел сеять и сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге. И налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на место каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же вышло солнце, увяло. И как не имело корня, засохло. А иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно в сто крат, другое в шестьдесят, а иное же в тридцать. Сколько видов земли? Четыре. Где-то возле дороги, где-то там, где камни, где-то там, где тернии, и где-то там, где хорошая почва. У кого из вас есть огород? Да, вот мы молодцы, все-таки. Хорошо, что у вас есть огород. Я не знаю, если бы я был каким-то человеком, который хотел бы заниматься огородом, я не представляю себя, что я бы вышел из моего там двора, взял какую-то жменьку семян, и пошел сеять куда попало. Ну, где-нибудь. От дороги до дома. Просто куда-нибудь. Ну, добрая земля – это в огороде, да? Ну, посей на огороде. Зачем сеять везде? Вот это мой вопрос. Зачем везде сеять? Какой-то неопытный вот этот вот, как он называется там? Сеятель, да, вот на меня похожий, да? Не знает, что делает. Взял там, в тернии набросал, на камни. Ну, выбери камни и посей там, где надо. То есть, когда мы думаем о церкви, когда мы думаем о Евангелии, мы всегда думаем в разрезе эффективности. Есть множество сегодня книг, семинаров, конференций, проповедей о том, как быть эффективным евангелистом. Вы согласны? Что евангелистам нужно быть эффективным. И я тоже так думал. Ну, можно еще. Здесь же и речь не закончилась. То есть, ученики потом собираются вместе и говорят, Господи, а почему Ты говоришь притчами? Объясни нам эту притчу. И он объясняет. Так какой стих? 20 стих. 20 стих. 19. Когда ко всякому слушающему Слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Это то, что значит посеянное при дороге. 20 стих. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен, когда настает скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит Слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают Слово, и оно бывает бесплодным. Посеянное же на доброй земле означает слышащего Слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Подумайте об этом. Самая важная вещь в этой притче оказывается не сеятель, не земля, а семя. Самое важное во всем нашем христианстве – это семя. Уберите семя из этой притчи, и вообще нет никакой разницы. Именно семя приносит плод. Семя имеет в себе силу приносить плод, независимо от того, на какую землю оно падает. Когда мы думаем о нас с вами, ну мы же говорим о нас, о людях, правильно? Потому что почва – это люди. Есть здесь люди, похожие как на дороге, как люди, которые… как проходной двор. Люди, у которых вороны летают в голове, клюют там все, что попало, у них ветер разносит эти семена. Они вот как будто бы на фривее стоят, их голова открыта, и там вот ветер постоянный. Ну есть такие люди. Как вы думаете, таким людям нужно проповедовать Евангелие? Конечно же нужно, потому что если туда не попадет семя, у них нету шанса. И, наверное, таким людям нужно много семян насыпать. Это была китайская такая как будто бы притча. По-моему, Мао Цзэдун додумался в один… Ну, как… Это Китай, да, это коммунизм. То, что поставили цель вырастить с гектара столько-то пшеницы. Ну, колоссальные суммы. Посеяли, собрали мало. Второй год посеяли, опять не выросло достаточно. Третий год посеяли, опять мало. И он спрашивает своих министров, говорит, что такое, почему? Не дает земля достаточно пшеницы. Знаете, кто остался виноват? Воробьи, правильно, воробьи. Они сказали, воробьи съедают много. Ну, на следующий год что они сделали? Посеяли в 10 раз больше, сказали, пусть подавятся. Ну, нет. Ну, это так в логике, как будто бы правильно. Но они начали вылавливать воробьев. Весь Китай, все бабушки во дворах сидели с ведрами и с палочками стучали и разгоняли воробьев. Они наловили и разогнали всех воробьев настолько, что на следующий год вообще ничего не выросло. Отгадайте, почему? Густеницы появились и съели все, чтобы начало расти. То есть, логика не сработала. Но идея Божьего Слова, когда семя падает на добрую почву, оно быстро вырастает, оно хорошо принимается. Нам очень нравится видеть результат наших евангелизаций, проповедей, когда оно падает в добрую почву. Но ситуация такая. Из четырех видов землей только одна хорошая, а все три другие, они менее чем плодотворные, или как будто бы, которые имеют шанс. Нам нужно сеять семя на всю почву. Прилетели, поклевали, улетели. Это первое. Заметьте, тернии, тернии, я пропускаю камни, потому что мы к ним вернемся. Тернии, опять-таки, не зависят во многом от человека. Потому что так же, как птицы. То есть, птицы пришли и поклевали. Тернии, они выросли и заглушили. Тернии – это просто заботы века сего. Заботы или что, тернии? Ну, есть же все-таки переживания о заботах, да? И есть люди, которые просто переживательные. Они обо всем переживают, у них просто нет времени на Бога. Что нужно таким людям делать? Нужно больше сыпать. Чаще сыпать. В их суете, в заботах, их нужно постоянно приглашать в церковь, выдергивать. Потому что люди, они как говорят, у меня короткая такая неделя, не могу пойти на собрание сегодня. И ты говоришь, реально? На работу ты сколько дней ходишь? Пять. В джим сколько раз ходишь? Три. В телек сколько смотришь? Там, один вечер. В социал-медиа проверяешь сколько? Миллион раз палец болит, да? Ну, я не знаю. А в церковь пойти один раз в неделю, там, на пару часов? Ой, нету времени. Суета заглушает. В тернии попало. В тернии. Когда вы читаете 13 главу, ученики этот принцип хотят понять больше. Иисус объясняет, что сеяли хорошее семя, очень хорошее семя на очень хорошую почву. И лег человек спать и проснулся, и наутро он видит, что среди семени появились плевелы, ну, ростки вот этого терния, вот того, что плохо. И он говорит, господи, а как так? Неужели мы неправильно проповедовали? Неужели мы неправду говорили? Почему? Откуда взялось? Враг, человек посеял. Говорит, не борись, не трать свое время, не занимайся ерунной, не выдергивай его сейчас. Продолжай поливать, продолжай делать свою работу, потому что сила в чем? В семени. Сила в семени. Начнешь выдергивать плохое, повредишь хорошее. Придет время, придет время, придет время, все оно разберется. И даже среди суеты, плохого и тернии будут хорошие плоды. Их будет немного, но все-таки будет хорошо. Поэтому не переживай об этом. Но камни мне интересно сегодня. Именно о каменной почве написано самое большее. Я интересно думал, а почему Христос, говоря эту притчу о почве, которая упала на камни, Он тратит во всяком explanation два стиха. То есть везде по одному, а здесь два. И Он говорит. Смотрите. Потому что здесь результат, кажется, именно тот, который нам особо нравится. Нам с вами. Когда оно упало на... Ино и упало на места каменистые, где немного было земли. И как? И вскоро взошло, потому что земля была неглубока. Быстро взошло. Двадцатый стих. А посеянный на камне, на каменных местах, означает того, кто слышит слово и тот час с радостью принимает его. Вам вообще нравятся люди? Вы им рассказали благую весть, и они тот час с радостью его приняли. Это мои любимые люди. Это такие... О, слава Богу, это так классно! Аллилуйя! Все, я говорю. Покаялись там миллион людей наших, да? Как евангелист, он всегда преувеличивает. Если бы евангелист смотрел на картину, на которой нарисованы шесть евреев за столом, как бы он написал эту картину? Двенадцать колен израилевых собралось. Двенадцать колен израилевых. То есть нужно написать как-то более... Что их много было. Ксения, спасибо тебе. Вот мне нравится, когда человек не врет. Показывает фотографии, говорит, мы год уже работаем, у нас уже целая группа собралась, четыре женщины, да? Четыре женщины. Или пять. Да, пять с нами. Ну, или десять колен, да? Там, ну, как-нибудь, да? Там, тридцать два зуба у каждой. То есть это много. Ну, нет, четыре. Четыре. Ну, это же хорошо, скажите. Четыре – это хорошо. Это не обязательно, это не обязательно, ну, нужно вот как-то преувеличить. Потому что, возможно, мы считаем людей, которым семя упало на каменистую почву. Оно быстро и с радостью. Быстро и с радостью. И мы уже говорим, все, нормально, давай, погнали. И потом мы же сами бываем очень-очень разочарованы. Потому что приходит, встает солнце. По идее, когда встает солнце, начинается день. Это даже должно быть хорошо. Должно расцветь, должно быть лучше, должно быть красивее. Вау, солнце, вот смотри, вот Бог, вот Он является. И в это время вот то, что как будто бы имело самую большую надежду, оно начинает чахнуть, таять, вянуть, и оно уже перестает жить. И Иисус объясняет эту идею, Он говорит, потому что две вещи. Земля была неглубока. Это первое. Земля была неглубока. А второе. Не было корня. Не было корня. Проблема многого христианства. Я просто хочу об этом порассуждать буквально пару минут. Проблема современного христианства – это недостаточно глубокая земля. Видите ли, можно быть либо глубоким, там человек, как он, копал и углубился. Копал и углубился. Когда ты не можешь углубляться, углубляться можно в слове, да? Нужно рассуждать, нужно читать Библию, должно быть какое-то базовое знание, куда бы пустились корни. Есть люди очень поверхностные. Мы говорим, да? Это какое-то поверхностное христианство. Это очень обидчивые люди. Им то не нравится, это не нравится. Ну, так написано, смотрите. Но не имея в себе корня, непостоянные. Первое. Они становятся непостоянными. Потому что невозможно в чем-то утвердиться, если у тебя нету основания в чем утвердиться. Тебе нужно иметь второе. Когда настанет скорбь. Скорбь. Когда приходят трудности в жизнь, и тебе приходит скорбеть о чем-то. И не имея основания, ты не имеешь за что удержаться. Я помню такую историю, что говорят, в госпиталь, когда приходишь, там люди лежат, ну, как больные, и ты говоришь, там, брат, сестра, держись, там, держись. Говорили кому-нибудь? Там, держись. Ну, очень важно, чтобы человек знал, за что держаться. А если он не знает, за что держаться? Он говорит, я понимаю, что мне за что-то надо. Но когда, а когда земли нету, ходишь по лесу, видишь большущие елки, такие перевернутые, да, и такие громадные корни, подул ветер, вроде и небольшой, все деревья вокруг стоят, а вот большая елка скажется колоссально большими такими корнями. Заметьте, что сосны ломаются, елки падают. Знаете, какая разница между сосной и елкой? У елки всегда корни вот такие, они распространяются по земле, поэтому елки, очень интересно, они растут на камнях, они как будто бы вот, но подул ветер, земля небольшая, елка упала. Слава Сленой, Кара знает, как падают елки, да, у них была елка, и она упала вот в прошлом году. Это было интересно. Сосна не падает. У сосны корень не широкий, а просто глубокий. И часто сосна, она имеет такую же высоту корня, как и высоту стебля. Поэтому, когда ветер, сосна часто просто ломает. И вы видели такие деревья, когда проходит шторм, если вы едете вот где-нибудь в горы, верхушки сломаны. Просто сломаны верхушки. Думаешь, а как ветер может сломать верхушку дерева? Потому что корень держит, а ее гнет, и в какой-то момент она просто сломается. Особенно, если на ней снег лежит. Не имеющая основ... Она непостоянной, настает скорбь или гонение за слово. Гонение за слово. Когда у нас нету веры в то, что Божье слово истина, когда приходит гонение на слово, мы говорим, а стоит ли мне держаться? Стоит ли воевать? Если мы не держимся, у нас корни не очень глубокие, мы-то говорим... Мне очень нравится Ян, он говорит, они гоняемы ветром, да, как волны. Вот гоняемы ветром. Сегодня здесь, а завтра здесь. Сегодня мы за какую-то истину боремся, за политиков, завтра мы воюем против политиков, сегодня за деньги, после завтра. Какие-то поверхностные вопросы, не касающие спасения, не касающиеся Иисуса Христа, веры в Бога, вечной жизни, в то, что Христос живой. Друзья, это самые важные, основательные истины, которые мы должны иметь в корне. И вот написано, и когда настает скорбь или гонение за слово, именно в тот же самый момент, написано в тот же час, immediately, immediately. Вот это слово меня очень как будто напрягает. Они очень быстро, во мгновение, тот же час они принимают с радостью и точно так же, тот же час соблазняются. И я говорю, Господь, мне так неохота вот в такую церковь как-то проповедовать. Мне хочется как-то, ну, какого-то постоянства. Постоянства. Руслан, я благодарен тебе за твои истории. Почему вот эти истории, это свидетельства? Почему именно о них мы рассказываем? Потому что, чтобы дождаться вот одного или двух или трех таких свидетельств, через эту комнату проходят десятки людей, которые тут же принимают и через день соблазняются. Они сегодня как будто бы за, а послезавтра их дружки там что-то наговорили им, и они отпали, они соблазнились. Гоняние за слово, какие-то трудности пришли, скорби пришли, и все, их начало ломить внутри. И они говорят, я не хочу, я не хочу бороться, потому что у них мало основания и нету корней. Мой вопрос, наверное, я закончу мою проповедь быстро сегодня. Что значит корни? Никогда не думали. Вот если бы нам с вами молиться о людях, Господь, нам хочется иметь людей, ну, таких, укорененных и утвержденных. В чем они должны укореняться и утверждаться? Апостол Павел об этом говорит, правда? Я уже процитировал вам стих. Откройте, пожалуйста, послание Ефесянам, Ефесянам 4 глава, по-моему, или 3 глава, 14 стих. Ну, можно там читать раньше, 14 стих. Апостол Павел говорит, для сего, именно поэтому, преклоняю колено Моее перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам Бог по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою, верою, вселиться Христу в сердце ваше. Вот это именно семя Христос попадает в наше сердце, да? Христу нужно вселиться в наше сердце. Вот это и есть семя. Если Христос не вселился в наше семя, в наше сердце, Его поклевали птицы, Его сдуло ветром, Его заглушили тернии, а так бывает, так же бывает. Но, когда оно попало туда, там нужно, обязательно должны появиться корней. И вот следующий стих. Верою, вселиться Христу в сердце ваше, чтобы вы, что сделали? Укорененные и утвержденные в любви. Я думал о том, что корни это какое-то основание богословское. Ну, вам нужно укорениться и утвердиться в доктринах Писания, чтобы вы четко разбирались в Троице, в вечной жизни, точно понимали, когда и где будет тысячелетнее царство, чтобы вы понимали вообще, ну, какие-то глубокие истины, божественности Иисуса Христа. Ну, давайте укоренимся и утвердимся в этом. Поэтому мы ходим на собрания, библейские школы, семинары, это важно. Но это все больше похоже на землю. Это Терф. Это та подушка, которая делает землю глубже. Это удобрение, которое помогает. Вот это нужно как будто бы удобрять наши корни. А корень же все-таки в чем держится? В любви Божией. Потому что в нашей жизни, друзья, в нашей жизни будут скорби. Я очень хотел бы проповедовать вам, сказав, что в вашей жизни никогда не будет скорбей. это было бы неправда. Скорби будут, и гонения за слово будут, и ветер будут, и птицы будут летать, и тернии будут расти. И очень легко можно будет соблазниться. Но укореняться нужно в чем? В осознании, что Бог меня любит. Он меня любит. Он меня любит во всякое время. Даже если я пришел на собрание, и ушел в собрание, и еду домой, я ничего не помню. Похоже, птицы поклевали во время собрания. Какие это вещи? Что нужно делать? Господь меня любит. Я в следующий раз буду более внимательным. Если тернии выросли, суета, заботы, трудности, переживания, но у кого их нету? Может быть, кто-то болеет, переживает за детей, за родственников, у кого-то на работе трудности, или переживания, финансовые вопросы, они могут затушить. Как вы думаете, что терний тушит? Корень, который держится в чем? В любви Божией. А когда трудности приходят, ты говоришь, Господь, наверное, ты меня не любишь. Наверное, ты про меня забыл. Наверное, я для тебя не такой важный. Ты вот любишь там соседей, ты любишь вон те, а меня, Павел говорит, я молюсь каждый день, становлюсь на колени, я хочу, чтобы вы были утверждены и укоренены в Божьей любви. Независимо от того, сколько у нас терний вокруг, Иисус нас любит, это самая важная истина, которая дает нам движение вперед. С этим мы переживем. И сегодня вопрос, наверное, он остается один-единственный. один-единственный вопрос, а как же тогда нам сделать нашу землю более пригодной? Нам нужно повыбрасывать камни. Выбрасывать камни. Выбрасывать камни – это некоторые твердыни нашего ума, которые мы сами себе настроили, и мы говорим, Бог, Он готовый вот в определенных слоях моей жизни жить, а в некоторые истины я хочу в них верить. Бог пастору отвечает. Вот если он молится, там хорошо, а меня навряд ли будет слышать. Я говорю, Бог любит вас больше, чем любит меня. Бог спас вас не потому, что я проповедовал, не потому, что вы хорошие, а по своей великой любви. Он возлюбил нас. Он любит каждого из нас. Аннушка мне прислала видео пару дней назад. Вначале, когда я послушал, я такой был, ну как сказать, с такими бровями богословскими, я был не согласен. В этом видео какой-то проповедник говорит, когда Бог смотрит на вас, вы находитесь в одинаковой ценности перед Богом, как его Сын Иисус Христос. Я говорю, ну как, его имя выше всех имен, он самый лучший, он будет сидеть одесную? Ну куда? Бог, он хороший бизнесмен. Вы верите, что Бог хороший бизнесмен? He will never take a bad deal. Правильно? Он никогда не потратит больше, чем нужно за то, что стоит дешевле. Он заплатит справедливую цену. Если он за нас с вами отдал самое дорогое, что у него было, своего единственного любимого Сына. Он посчитал, что мы worth it. Мы ценны именно столько, сколько он заплатил. Я не знаю, как можно больше и сильнее сказать, что нам нужно укореняться и утверждаться в Божьей любви. Бог любит каждого из нас сильно и могущественно. Бог любит Лебанон, Ливан. по-панглийски это Лебанон. Да, Лебанон. Ливан. Если даже никто не хочет быть президентом в этой стране, Иисус хочет быть царем царей в жизни каждого человека в этой стране. И он умер за них. Мы должны быть укореняться и утверждаться в Божьей любви. Это самая важная идея, которую мы никогда не должны потерять. Павел об этом молится. И интересно, думая о людях хороших, кто из вас думает, что вы, ну, кто из нас, давайте не про вас, а про нас, кто из нас думает, что мы хорошая земля? Я тоже думаю, что я хорошая земля. Но там есть одно слово, которое мне очень не нравится в Матфея. посеянное же на доброй земле, 23 стих, 13 главы Матфея. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и и что? А куда лана не высветила? Кто помнит? Это тест, который и что? И бывает плодоносим. Мне это не нравится слово. Я хотел бы, чтобы оно было посеянное же на доброй земле, означая слышащего слова и разумеющего, который приносит плод. На сто раз. Хоть нет, это бывает. Бывает приносит. Я говорю, Господь, а можно, чтобы я не бывало приносил плод, а чтобы я постоянно приносил плод? Не время от времени, не в каких-то условиях, не как-то оглядываясь назад. Господь, а можно все-таки перестать гордиться, а подумать о том, что, может быть, все-таки мы не совсем такие хорошие. Это я не про вас, я про себя. Я говорю, Господь, а я хочу быть хорошим. А я хочу быть. Я не могу правильно дать оценку самому себе. Я могу только укореняться и утверждаться в Божьей любви. Апостол Павел об этом говорит. Я переживаю, как бы проповедуя другим, самому не остаться вне. Где-то в какой-то момент забыть о Божьей любви, перестать помнить, что я самый лучший любимый, что я его дитя, что Бог меня любит и за меня умер. И не только за меня, Он умер за людей вокруг меня. Они тоже не такие уж и плохие. Просто нужно больше и больше сказать им, слушай, тебя Иисус любит. Я хочу, чтобы ты это знал. Укореняйся и углубляйся в этом, понимая Божью любовь. Мы все с Ним преодолеем. Аминь. Возлюбленные, мы будем молиться. У меня сегодня добрая проповедь. Добрая проповедь. Господь любит вас. Он сильно любит. хотелось бы, чтобы Бог помог выбрасывать все наши камни, твердыни наши, которые мешают сегодня нам укореняться и углубляться. И очень хочется, чтобы каждый из нас каким-то чудесным образом угодили Богу и принесли большой плод в его жизни. Сто крат, шестьдесят, тридцать и услышали слова «добрый и верный раб». Давайте встанем и поблагодарим Бога. Все, что есть во мне, Господь, Тебя благослови. Всей жизнью поклоняюсь лишь Тебе. Запрошу тябови.